ой ребятки всем привет я не знаю мне каждый раз когда я уже планирую выдохнуть чуть-чуть что-нибудь новенькое приключится да что она с тобой сегодня расскажешь мне сегодня очень сильно напугал арсений ночью и сейчас продолжает пугать уже поспал я не знаю самочувствие лучше стало или нет но возможно что мы сейчас поедем с ним в городскую больницу до на всякий случай потому что я очень сильно переживаю не знаю что до конца не решила сейчас посмотрю полчасика будет время уже 12 час но все не поспал потому что ночью плохо спал сейчас он поспал полтора часа даже чуть больше в садике серёжа его увёз я думаю ну сегодня хоть отдохну до расслаблюсь чуть-чуть пошью в итоге тени конечно на сам полтора часа проспал без моей помощи но я чтобы его не тревожить за компьютером и монтировала влог вот если что сразу к нему подорваться и лечь но он сам хорошо справился поспал сейчас грустинку слою я наконец-то прихожу в себя после всех этих болячек и возвращаю занятия спортом свои будни мне при наличии детей конечно же удобнее заниматься дома никуда не нужно бежать просто включаю тренировку на сайте fitstars я уже с ними давно и мои любимые занятия это тренировки на спину на fitstars большое разнообразие тренировок по разным направлениям например йога растяжка танцы похудения длятся они от 7 до 30 минут удобно подобрать для себя также на fitstars есть раздел питания с рецептами где можно найти много интересного и полезного и обучающие курсы на тему здоровья тела и ухода за собой сейчас хочу с вами поделиться несколькими новостями октября любимый всеми доступ навсегда вернулся платформа развивается очень стремительными темпами поэтому успевайте оформить выгодные предложения а по моему промокоду диана у вас будет 70 процентная скидка на безлимит навсегда также теперь доступна рассрочка на 6 месяцев при покупке безлимита вы также сразу получите одно занятие от fit most в любой из 2000 студий партнеров где есть йога бассейн бокс и другие до 15 октября fit most это приложение для записи фитнес-клубы и студии салоны красоты и спа более чем 60 городах россии а еще при оформлении этого тарифа за выполнение тренировок вы получаете умные весы пикук стоимостью 2799 рублей также денежные сертификаты фирменный магазин fitstars shop где можно приобрести крутое дополнение для занятий спортом коврики гантели резинки и другие товары для спорта количество сертификатов ограничено успевайте и конечно участвуйте в новом социальном проекте лес fitstars ведь каждый кто оформит безлимит сможет посадить свое дерево в лесу fitstars нужно выполнить всего 100 тренировок все условия акции на сайте ссылка в описании мы тут с арсюшки заглянули в мою коробочку с воспоминаниями что-то так захотела себе немножечко настроение поднять посмотреть и знаете что тут во первых это же конечно вещички детские некоторые отложила вот это вот сенькина еще есть чисто семен бодь который меня с ним ассоциируется еще у меня здесь лежат шапочки шапочки и внутри носочки это самая их первая одежда вот это арсюшкина а это семкина когда они только разделить вот эту одежду им одевают конечно же вирочки это арсюшкины это семены но они розовые потому что других не было почему-то мне дали да все что связано с детьми и еще у меня конечно же здесь есть мои некоторые документы которые со старой фамилии с моей отца тут такая повязка на свадьбу у меня была на голове тут даже есть пленка с моими детскими фотографиями нужно от короче сделать из нее фотографии не знаю как не помню как тут называется этот процесс вот всякие от браслетики сенька тут взял это тюменский колледж водного транспорта да мои воспоминания и самое главное у меня здесь хранится тест да возможно кто-то такие вещи не хранит и это может быть как-то не очень куда-то приятно но у меня этот тест семей хранится и тут все они должны все конечно не знаем где какой и на вопросы когда за третьим ребятки я всегда отвечала что все нам пока двоих детей достаточно не пока вообще в целом что мы больше не планируем детей но что вы думаете мы такие уже сереже иногда думаю ну вот когда построим свой дом если я еще буду возрастом там до 35 то можно и попробовать дети подрастут и такие периодические моменты да у меня проскальзывает но это больше конечно эмоционально потому что логически я понимаю что скорее всего три ребенка это очень тяжело но по крайней мере ближайшие годы мы не планируем сто процентов так как сенька еще маленький сема тоже еще маленький но два ребенка с маленькой разницы хотя у нас в принципе не такая уж маленькая два с половиной года это нормально так мы немножечко отвлеклись приходила врач смотрела но в общем то вы поняли да насчет третьего ребенка возможно когда-нибудь но это не знаю процентов 20 вероятности короче что с сеней сегодня ночью его извините кто кушает или что-то будет перемотайте на пять минут вперед его вырвало я очень сильно от этого испугалась это было часов три прям очень стал беспокойно после этого спать и немного кашлял и у него потом уже были позывы к вроде рвоте но без рвоты и это было очень страшно и ужасно дарс уже давай все я сейчас уже спать ложу и мы за съемкой скоро вот у него были эти позывы очень красиво это все потом все 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 утром он проснулся опять началась вот эта вот фигня у него как будто бы вышло немного слизи сопли вот это желтое что то что то вот такое простите говорю кто кушает и и испугались конечно но я решила еще понаблюдать потом в течение дня до первого дневного сна у него опять было несколько этих приступов кашляет чуть-чуть и начинается я уже подумал вдруг он что-то проглотил начала весь вчерашний день прокручивать вроде ничего не должен был я его там вижу мелкие детали куда-то убран но конечно я не могу утверждать на сто процентов но вероятнее всего это из-за соплей у него до скатилась он чуть-чуть похрипел покажет вроде стало лучше сейчас он проснулся своего первого сна и все хорошо ничего подобного больше не было врач пришла посмотрела горло все нормальное дыхание и я конечно рада что с дыханием все хорошо и что он ничего у нас не глотанул очень надеюсь ну вот сейчас тьфу-тьфу-тьфу больше ничего такого не было сейчас нормально покушал пюрешечку да покушал и сейчас пойдет спать спать пойдешь на мобочку и пойдем за семей надеюсь что у нас разовая акция 2 да уху оуу через это двигатель градусник температура померила нет температуры но он капризный но врач тоже посмотрела что у него зубы лезут ну да возможно из-за зубов слизь скопилась все вот это вот короче дети это дети сейчас надеюсь что еще это пройдет ребятки я включилась для того чтобы сказать вам что мы собираемся за семой у нас осталось буквально пять минут собраться и добежать до остановки хорошо у нас тут она рядом и потом заберем сына моего любимого он мне бедненький он привык что я его в одно время забираю они как покушать он сразу же у меня уже там ждет все игрушечки убирают а тут я еще не вышла и он наверное запереживает но я сказала воспитательница написала чтобы она передала если вдруг он запереживает что я чуть-чуть попозже приду потому что задерживаюсь вот буквально минут на двадцать наверное опоздаем чем ну как опоздаем я его забираю в пятнадцать сорок обычно но сегодня заберу четыре для меня это опознание потому что ну мы все мы договариваемся что он быстренько покушает и все и я его забираю и он тоже уже ждет ну блин сегодня так случилось Арсюшка хорошо спал получилось что он еще полтора часа поспал проснулся вроде настроение у него до часа денемся хорошая конечно немножечко капризненький но как бы ничего не сделаешь немного ему дала покушать я боюсь сразу обычной порции давать потому что конечно же когда ты пережил такое с ребеночком когда ему что-то было нехорошо не хочется чтобы повторение было поэтому по чуть-чуть кушать ну конечно даю много водички нужно все ребятки мы побежали а я кстати успела даже прошить так как сенечка хорошо уснула и один лежал у себя в кроватке я такой ладно попробую сяду пошить и почти сшила футболку семена там осталось совсем совсем чуть-чуть но у меня уже не было время потому что сенька проснулся там я часик посидела и футболка готова да все он придет мы еще сенью будем укладывать на третий сон сегодня может быть я успею закончить или семкой поиграем не знаю как как он захочет захочется что-нибудь поиграть поиграем нет посидим тихо вот такие дела мы дома уже довольно таки давно арсюшка поспал 20 минуточек дома я его уложила но ничего а сейчас скоро спать все равно сережа придет покушает и пойдем детей укладывать третий его сон был поэтому нормально первые два у него прям вообще хорошо были я сейчас села попить чай спокойненько все мы развлекаем яйца арсений мои наушники роняет да я не знаю не хочу чтоб не сглазить я конечно в это все не верю все таки все они себя чувствуют хорошо сейчас он хорошо поужинал такую нормальную порцию съел как обычно но единственное у него теперь красные щеки температуры нет купила эмоции пол пропить все таки не так будет спокойней водичку пьет нормально все у него ну в общем все хорошо только теперь боюсь сегодняшней ночи конечно здесь что тоже все будет прекрасненько у чем сегодня был праздник осени в садике и он сказал что ему очень понравилось что он рассказал свой стих и был очень довольны счастлив так что я теперь жду видео надеюсь что скинул молодец воспитатель думаю скинул но это не факт может просто фотки будут да точно так много и детей маленьких много но все равно иногда они стараются прям видео снять это что очень круто смотреть ах там детки развлекаются ну если он сам пересматривал это кто такая булочка сейчас мама чай попьет будем переодеваться братика купаться засунем да сегодня папа тебя будет укладывать спать ребятки дети спят я сейчас пойду в душ и тоже спать поэтому с вами прощаюсь увидимся завтра всех люблю целую всем пока пока а